30 детей пострадало с начала года в дорожно-транспортных происшествиях, 11 из них по собственной вине. ГИБДД подводит итоги года и, чтобы 2015 завершился благополучно, стартовала акция «Детям безопасные каникулы». У Полины Наговицыной при себе сразу два световозвращательных браслета на портфеле и на пакете. В темное время суток это лучшие друзья юных пешеходов. Впрочем, на браслетной дейсе, а сам соблюдай. Школьница обращает внимание даже на стиль вождения водителей. Девочка не исключает варианта, а за рулем может быть и пьяной. Тут очень опасный пешеходный переход. Нужно переходить правильно. А как нужно правильно? Нужно смотреть по сторонам вправо-влево и смотреть, чтобы не было пьяных водителей. Акция «Детям безопасные каникулы» стартовала раньше школьного отдыха 21 декабря и продлится до 10 января. Ведь в новогодние праздники юные пешеходы в повышенной опасности. К счастью инспекторов ГИБДД, северодвинские школьники знают правила ПДД на зубок. Нужно посмотреть сначала на лево и убедиться, что машин нету. Потом пройти, посмотреть направо, убедиться, что там тоже машин нету и продолжить свое движение. За 11 месяцев текущего года в ДТП пострадали 30 несовершеннолетних. Из них по своей вине 11, остальные по вине водителей. Чтобы родители неукоснительно соблюдали правила дорожного движения, показывали своим детям пример. Потому что именно пример родителей – это главный пример для детей. Отнюдь неположительный пример показал накануне житель поселка Катунино. Взрослый решил прокатить на ватрушке двух подростков. С помощью троса он прикрепил их к своему авто. Вскоре одна ватрушка оторвалась. Подросток влетел в дерево на скорости. Сейчас он в коме. Возбуждено уголовное дело. А в начале этого года после такого же экстрима девушка из ватрушки вылетела на встречную полосу. Она погибла. Инспекторы напоминают – жизнь спасет не только знания ПДД, но и их соблюдение. Марина Хохлова, Наталья Кадрахманова, Вестник Северодвинска.